Знакомство с историей предприятия началось в музее Транснефть при Волго. Здесь собраны более сотни редких экспонатов – одежды, инструменты, награды и архивные фотографии. Добывать черное золото в Поволжье начали в 1936 году. Нефть Самарской Луки из-за Волжья обеспечивала топливом танки и самолеты во время Великой Отечественной войны. Сейчас Транснефть при Волго – крупнейшее предприятие. Оно транспортирует треть сей добываемой нефти в стране. Активно трудятся не только нефтяники. На встрече с главой администрации Самары Олегом Фурсовым со стороны сотрудников предприятия звучали как общие вопросы о будущем города, так и частные, с которыми приходится сталкиваться ежедневно. Будут ли ремонтировать дороги в исторической части города? Продолжится ли благоустройство дворов? Восстановит ли кинотеатр Самара? И как разобраться с квитанциями за капитальный ремонт? Нам недавно начали приходить квитанции за капитальный ремонт здания. Но есть несколько вопросов. Во-первых, квитанции всем жильцам пришли только вторые, то есть они были уже сразу в долгом. И нас не уведомляли, что это за компания. Платить нужно, во-первых. Во-вторых, сейчас закон позволяет вам создать собственный спецсчет. Если у вас дом новый, вы принимаете решение о создании спецсчета, и деньги вот в этих объемах, которые определены, может защищать на спецсчет. И по мере необходимости тратить деньги на ремонт там крыши, фасада, коммуникации. Закон часто разрешает это делать. На встрече с коллективом предприятия глава администрации Самара Олег Фурсов рассказал о реформе местного самоуправления. Теперь районные администрации станут более самостоятельными, получат больше полномочий и собственные бюджеты. Выборы в районные советы депутатов пройдут в сентябре. С созданием районных советов мы предполагаем, что в органы власти придут люди от родовых коллективов, от общественных организаций, которых у нас очень много. Это люди, которые не ставят перед собой каких-то коммерческих интересов, не ставят коммерческих задач, которые проявили себя уже на конкретных участках работы. Благоустройство территории областной столицы – одно из приоритетных направлений в работе городской администрации, напомнил Олег Фурсов. Большое внимание власти уделяют и закупке спецтехники для уборки улиц и тротуаров, обновлению подвижного состава пассажирского транспорта, ремонту дорог. Город не может меняться только по указу сверху. Город должен меняться, опираясь на мнение жителей, на их поддержку, подчеркнул Олег Фурсов. Поэтому будущее города в руках самих горожан. Лариса Шлафаст, Павел Плесняков, События.